Сегодня я хочу поговорить на тему невротического чувства безопасности, во-первых, и во-вторых, насчет экономического рабства, в котором мы живем, и общества потребления, и ложных ценностей. Так вот, я хочу сказать, что накопительство, приобретательство, плюшкинизм – это ложная ценность, вытекающая из невротического чувства безопасности. Сегодня у меня был прием, и мне рассказали о ситуации, в которой оказался человек, который ради денег, по сути, лишился психического здоровья и страдает. И это не единственный случай, не единственный пример. Люди, стремясь зарабатывать много денег, стремясь получить гражданство какой-то престижной страны, добровольно себя загоняют в рабство, соглашаются на, по сути, добровольное рабство, на тяжелый, изновительный труд, за который хорошо платят, но который не оставляет в них никакого пространства для жизни души, для самореализации, для наслаждения жизнью. Это жизнь, подчиненная боссу, шефу, экономической машине. Взамен, то есть люди платят жизнью своей, взамен они получают деньги на свои счета, иллюзию безопасности, иллюзию благополучия, хотя это не имеет никакого отношения к высокому качеству жизни. Высокое качество жизни – это психическое здоровье. Когда вы в хорошем настроении каждый день, когда вы счастливы, когда у вас нет проблем, когда вы наслаждаетесь жизнью, когда вы правильно воспринимаете ситуацию, вот как я прочитал тут недавно, я сказала ему, я не хочу тебя видеть, он выключил свет, а ты обиделся, поэтому я осталась с ним. Вот это всего касается, это касается нашего восприятия, когда мы правильно воспринимаем выгодным для себя образом, когда мы созидаем, когда мы мыслим позитивно. Признак психического здоровья – это позитивное мышление. Конечно, это не значит, что мы даем себя использовать или не проявляем каких-то негативных эмоций, чувств. Порой это нужно для того, чтобы люди не наглели, не садились на шею, чтобы они мобилизовались, чтобы они не перекладывали ответственность за свою жизнь на нас, чтобы они чувствовали, что могут о себе позаботиться, чтобы мы у них ложным чувством гуманизма или желанием спасать формировали чувство выученной беспомощности и так далее. Нет, речь не об этом идёт. Речь идёт о том, что психическое здоровье – это радость жизни, радость творчества, это раскрытие своего потенциала творческого, безграничного, это контакт с душой, это любовь, обязательно любовь, это чувство юмора, это радость, когда вы испытываете душевный подъём, положительные эмоции, смех, радость, счастье, улыбка не сходят с вашего лица и так далее. Это и есть психическое здоровье. И, конечно, восприятие жизни. Оно не в чёрных тонах, красках, а в светлых. Можно даже сказать и в розовых. Потому что, например, вы можете многого не замечать, того, что человек невротизированный, на чём он будет фокусироваться и страдать. Например, какой-то беспорядок в доме или вокруг вас. Вот что такое качество жизни. Конечно, экономическое рабство не может приносить психического здоровья. Оно отнимает силы. Общество потребления, общество основанное на истощении всех ресурсов. природных, человеческих, любых других. Поэтому деньги, которые люди зарабатывают, копят на своих счетах, накапливают, они ими даже не могут воспользоваться. Это как бы их такая подушка безопасности. Но на самом деле это просто невротическое чувство безопасности. Им важно психологически знать, что у них есть деньги на счёте, что если наступит чёрный день, то они будут к нему готовыми и так далее. Но те, кто родился в Советском Союзе, провёл там какую-то часть сознательной жизни или интересуются историей СССР, прекрасно знают, что наличие денег на счёте, которые вдруг обесценились, и люди не смогли ничего на них купить, они превратились в бумажки, просто в мусор, а были потрачены годы и тяжелейшего труда физического на то, чтобы накопить на счёте. Это всё. То же самое, в принципе, и в западном мире происходит. Мы это видим. Есть богатые страны, где есть у людей деньги, но они ими не пользуются. Они лежат на счетах просто. Люди накапливают. К старости люди накапливают. Конечно, потом это всё переходит родственникам, но детям, как правило. Но, в принципе, сами люди не могут насладиться плодами своего труда. У меня есть тоже знакомые, ставшие миллионерами. И да, у них есть деньги, у них очень много денег, но они уже, эти деньги им не нужны, потому что уже нет ни здоровья, уже нет ни желаний, уже нет просто вот вот этих витальных сил для того, чтобы как-то тратить эти деньги. И, кроме того, они над ними трясутся, над этими деньгами. Они боятся, чтобы... Они хотят их сохранять, хотя непонятно зачем. Непонятно. Жизнь практически прожита. Вот. Вот такая ситуация печальная. Мы приходим в этот мир не для того, чтобы брать. Мы приходим в этот мир, чтобы отдавать. Но давайте посмотрим на детей и поучимся у детей. Мне очень жаль, что детям так мало внимания уделяется. На самом деле, взрослым есть чему поучиться у детей. Я учусь у детей. посмотрите, какие дети эмоциональные. Какие они веселые, жизнерадостные, активные, любознательные, подвижные, энергичные. Как они двигаются. вот все вот это вот активное отношение к жизни. Пожалуйста. И взрослые, да, и, конечно, они отдают, они растрачивают, и энергию растрачивают, и свою радость, и вот дарят радость взрослым людям. и посмотрим на взрослых людей, которые уже психотравмированы, ушиблены, ложными ценностями, невротизированы, боятся, паникуют, истерят. Вот сейчас этот коронавирус, посмотрите, какая истерика, какая паника, как все остановилось. Ну, не все остановилось, конечно, я тут не буду сгущать краски, но в общем, мы видим, что привычный ход жизни где-то, ну, пробуксовывает. Это неплохо на самом деле, потому что, может быть, люди больше будут думать о других ценностях, о таких ценностях, например, здоровье, здоровый образ жизни, психическое здоровье, семья, потому что они могут дети с ними побыть, интеллектуальные занятия какие-то, вот дома просто посидеть, дома посидеть и почитать книгу, например, или что-то еще чем-то заняться, дома много можно чем заняться. И просто прервать этот вот привычный ритуал, выпасть из этого вот этой беличьего колеса жизни. Вот, я думаю, что в этом огромный позитив этого коронавируса и всей этой истерии вокруг этого вируса. Невротическое чувство безопасности, но мы это видим, постоянно на этом играют, на стабильности, на безопасности и по сути подрывая эту ту самую безопасность. На самом деле еще раз хочу сказать, что безопасность связана с высоким качеством жизни. Высокое качество жизни это психически здоровый человек. и конечно, когда человек психически здоровый, он не думает о безопасности, ему ничего не угрожает, он любит себя, он любит мир, он спокоен. И вот вместо того, чтобы невротизироваться, беспокоиться о выживании, о безопасности, признаком здоровья психического и высокого качества жизни является состояние покоя, спокойствия. Вот состояние вибрации головного мозга, да, вот альфа-волны, альфа-волны. Вот когда у вас эти альфа-волны, вы спокойны, да, то значит у вас высокое качество жизни, вы психически здоровый человек. Когда вы с юмором относитесь, видите с разных сторон, не страдаете избирательностью восприятия и так далее, и так далее. Ну вот, на это я хотел обратить внимание сегодня и еще. Многие люди живут с ощущением вот этого дедлайна, скоро смерть. И они пытаются все успеть, и это сделать, и это, и это, и другое, и пятое, и десятое. И не успевают ничего. В результате вот такого желания они просто как бы невротизируются, да, просто занимаются накручиванием и треплют себе нервы, превращают свою жизнь в бег, в суету, в какую-то гонку. и люди не живут, то есть они у себя отнимают тем самым прекрасные годы жизни. Что такое прекрасные годы жизни? А это то самое состояние наслаждения жизнью. когда вы находитесь в состоянии альфа-вум и получаете от жизни удовольствие. Что вы делаете? Чем бы вы не занимались? Вот в этом и есть смысл жизни. И в том, чтобы отдавать творчество, например, любое творчество, любое творчество, он основан на том, что вы отдаете. Поэтому правильно сказано блажение давать, блажение давать, блажение отдавать, чем принимать, чем брать. Чем больше вы отдаете, тем вы счастливее. Итак, это свойство счастливого человека отдавать. Несчастные люди хотят только брать. Несчастные люди жадные, алчные, очень экономные. Они пытаются вот этот свой невроз, это чувство безопасности, постоянно как-то компенсировать с помощью накопительства, с помощью экономии. И человек таким образом превращается в существо, которое незаметно для себя уже не умножает жизнь, а отнимает жизнь у себя же самого. А как приятно иметь дело с щедрыми людьми, которые особенно не считают деньги. да, я, допустим, хочу что-то купить, я это покупаю, не жалею об этом. Человек, который считает каждую копейку, думает о тратах постоянно, демонстрирует, во-первых, неуверенность в себе, раз, а во-вторых, страх перед жизнью, страх перед жизнью, и, конечно же, низкий, низкое качество этой самой жизни. Вот. И все, в принципе, сводится к чему? К здоровью, к психическому здоровью. И вот о нем надо заботиться, в первую очередь. Как позаботиться о своем психическом здоровье? Ну, этого надо. стимулировать центры удовольствия в мозгу нашим, отдыхать, формировать у себя психологическую культуру, заниматься самонаблюдением, научиться психотехникам, которые позволят вам быть в состоянии покоя, сохранять спокойствие, научиться управлять своими мыслями, чувствами и так далее. И вот в этом состоянии все будет получаться. Как раз и жизнь будет уже совершенно другой. Уже не будет бега и бегства. Бега и бегства от жизни. а будет наслаждение жизнью. Вот о чем я хотел сказать сегодня. И люди, конечно, всегда сожалеют. Кто всегда сожалеет о том, что сделано? Сожалеют люди невротизированные, люди нездоровые, люди, у которых комплекс жертв. Вот сожаление это чувствовать себя жертвой. Хозяин своей судьбы, человек, который является хозяином своей жизни, он никогда ни о чем не сожалеет, он поступает уверенно, легко, красиво, свободно. Вот это главные принципы нашей жизни. Делать все легко, красиво, свободно. Если вы так живете, то ваша жизнь будет праздником. Будет все получаться, обстоятельства будут складываться нужным для вас образом. И прошлое ваше, о нем тоже не надо жалеть, потому что именно благодаря прошлому вашему вы такие, какие вы есть сейчас. Помневшие, тонко чувствующие, разбирающиеся, опытные люди. Теперь осталось самое малость стать психически здоровыми, спокойными и счастливыми. Стало совсем немного. Нужно сделать этот шаг, поработать над собой, и тогда все изменится и в вашей жизни личной и, конечно, вокруг нас. Тогда и решения будут приниматься совершенно другие в пользу людей. Конечно, религия здесь не помогает, мы это видим, она тоже. И что такое идея спасения? Идея спасения это опять же чувство безопасности. На языке религии. Люди всегда хотели адаптироваться к жизни, не знали как, не чувствовали себя в безопасности. Пришла идея спасения. Ты будешь спасен, человек успокаивался. Его мысли отвлекались. Вообще религия очень примитивная вещь. Но это не работает сейчас. что за всем за этим это ведь иллюзия. Потому что это иллюзия. Это миф. Это иллюзия безопасности. Такая же иллюзия как деньги. Деньги это тоже большая иллюзия, в которую люди верят. И пока не верят эта иллюзия существует. деньги это всего лишь средства платежа. У нас культ денег, капиталистическая система. Капитализм это рак. Это рак. Это не панацея. Поэтому уже начинают понимать, что рынок не отрегулирует все. Что экономическое рабство оно очень негативно сказывается на психическом и физическом здоровье людей. Что потребление бесконечно истощает как человеческие ресурсы, психику человека, так и природные богатства. Поэтому уже многие отказываются от такой модели жизни, такого образа жизни. И переходят на более рациональную жизнь. Так что рационально жить это значит жить в реальности и не гоняться за иллюзиями, за какими-то ложными ценностями, а жить истинными ценностями. Поэтому я сторонник гуманизма. Например, гуманизм это и есть истинная ценность, когда во главе человек, его потребности, его души, интеллекта, вот это и нужно развивать. И именно человека и нужно поддерживать. При капитализме, к сожалению, главное это деньги, а не человек. Человек это всего лишь средство для зарабатывания денег. И такое же отношение к человеку не как к цели, а как к средству. в некоторых странах это меняется уже. Мы это видим. Страны с высоким уровнем социальной защиты, высоким уровнем гуманизма, гуманным отношением к людям, к своим и к чужим кстати тоже. Потому что когда границы закрываются от беженцев, которых там убегают из своих городов, которые бомбят, то это конечно антигуманно, это негуманно. Вот поэтому психически здоровые люди стоят на позициях гуманизма, активной жизненной позиции, спокойствия и ценности человеческой личности жизни. И вот исходя из этих позиций мы можем абсолютно все проблемы решить. И очень многие проблемы сами отпадут, когда мы избавимся от невротического чувства безопасности, от разных других мифов, от изъянов своих, от своих ложных убеждений. И когда мы заживем подлинно качественной жизнью. вот я хотел это сказать, и когда мы не будем ни о чем жарить, когда мы будем уверены в себе, мы будем знать, как решать проблемы. А эти решения приходят абсолютно, любую проблему можно решить, сама проблема в себе уже скрывает решение. Но решать проблему можно только в состоянии альфа-волн, то есть спокойствия. Поэтому не нужно паниковать, истерить, не нужно, а нужно успокоиться, поверить в свои силы, в себя, в других людей, и действовать, исходя из интересов своих собственных, и интересов общих, общечеловеческих. что я хотел бы сказать. Спасибо за внимание, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, на наш. Очень хорошо, если вы найдете возможность стать спонсорами нашего канала, и оцените не только на словах, но и на деле наш вклад в интеллектуальное развитие и психическое здоровье человечества. Мы готовы к сотрудничеству, я готов к сотрудничеству. Я хочу сделать свой канал международным, и вы можете присылать свои видеоролики на важные темы социальные, я буду их публиковать. Свяжитесь со мной, в разделе о канале есть информация, электронный адрес, присылайте ваши ролики через файлообменник, если у вас есть настоящее серьезное дело, обращайтесь, я вас поддержу, я опубликую это видео, ваши видеоролики, чтобы о ситуации узнали все, ну, как все, кто посмотрит, и сделаем мир свободнее, лучше, лучшим местом, оригинальным местом. Я приглашаю всех к сотрудничеству, к сотворчеству, и очень хочу, чтобы вот эти идеи гуманизма, идеи психического здоровья, подлинные ценности, они завоевывали умы людей, а не вот это общество потребления, накопительство, невротизация, и так далее, и так далее, то, о чем я говорил сегодня. спасибо за внимание, и до новых встреч. встречу.